Отлично! Всем привет, это Алекс Лавенга и сегодняшний видеорепортаж мы ведем из города Джайтпур, это на севере Индии, уже месяц как путешествуем, очень много всего интересно, но речь сейчас не о моих путешествиях, а скорее даже о ваших. Дело в том, что когда-то, там полтора года назад, я, как и большинство сейчас, видео адресовано тем, кто сейчас уже сидит в офисах, работает на кого-то, получает вполне вменяемые деньги, но недоволен тем, что отпуск максимум 3 раза в год туда на 2-3 недельки куда-то, чтобы так вот выбраться на месяц, отключиться от матрицы, чтобы тебя никто не контролировал, чтобы попараллельно еще умудряться работать, еще получать деньги. Так вот у меня раньше не получалось, а получилось только сейчас. Дело в том, что я начал заниматься инфобизнесом, это такая для многих непонятная сфера, когда ты продаешь информацию, продаешь тренинги, делаешь что-то, вот вокруг люди абсолютно не понимают, да, что же такое происходит. Но откуда-то берутся деньги, откуда-то появляются модные гаджеты, откуда-то появляется техника, откуда-то появляются путешествия, откуда-то появляются какие-то нереальные цифры с продаж. Это все оказалось очень сильно нереальным. Когда ты начинаешь действительно путешествовать и отрываться от матрицы, с тобой происходят очень интересные метаморфозы. Отваливаются неинтересные люди, приходят интересные. Остаются, конечно, старые друзья, с которыми проходишь там огонь и воду и медленные трубы, которые тебя всегда поддержат, которые все равно в тебя изначально будут сомневаться. То есть для тех, кто вот начинает, да, то есть видео для тех, кто начинает. Вокруг вас люди будут очень сильно сомневаться в том, что вы делаете, и для них это будет казаться полной, просто полной фигней. До тех пор, пока вы не заработаете сначала первую штуку баксов, а потом, когда вот от 10 в месяц у них начинает цель, они начинают на вас очень странно смотреть. Вот что-то такое вроде бы делает, вроде бы не работает. Меня, например, друзья считают безработным, да, то есть родители тоже считали очень долгое время безработным, абсолютно нормальная ситуация. Дело в том, что в привычном понимании работы офисов оно отсутствует. Вот, допустим, мы сюда ехали 2,5 часа сейчас на машине, по пути написал пост в ЖЖ, написал статью, распределил план тренинга, да, то есть вот так вот путешествие намного на самом деле интереснее. То есть если есть ноутбук, есть беспроводной интернет, как оказалось в Индии, он есть практически везде, ну, даже вот в горной деревушке мы сейчас были, да, вот вопрос, а как работать-то? Даже в горной деревушке, в которой мы сегодня были с утра, есть интернет, есть интернет, но даже Wi-Fi в отеле, то есть отели здесь реально недорогие. За 30 баксов в день можно снять отель, в котором вы будете себя чувствовать как короли. То есть вопрос...